Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Ибо знаю в Тебе покой. Успокоится сердце мое. Успокоюся, успокоюсь. Он счет Тебе радость вечная и любовь неизменная. Небо, небо, осенье небо. Небо, прекраснейшая песня поэта. Сколько ты знал, уже живого света. Чистый пенсий, служил он в своей красоте. 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 Знает он пута, на шеи и снят. Небо, ты помнишь, мой глаз неумолчно. Сволну всех звать, днём и в час полуночный. Пусть не в тепле, я за веру в Христа. Ночит луговый затык не повстал. Нет, не умолкну, хоть тяжи гнёт пусть. Небо с тобою, мой вечный союзь. Там, в высшей небе, исповедит Христос. Знает он пута, на шеи и снят. Небо так трудно в безбожном народе Небо спевать о Христовой свободе. Ходит и все, испытаясь несты. Так я устал бы на скорбном пути. Ты докласкаешь своей синевой. Небо скажи, что спаситель со мной. Там, в высшей небе, исповедит Христос. Знает он пута, на шеи и снят. Небо. 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 Сестры, все, кто находится в этом доме, мы говорим, что сегодня мы собрались в дом скорби и в дом плача. Скажем, Слава Богу! Слава Богу! Господь, Он сотворил мне когда небо и землю. Мне когда сотворил человека и сказал, что ты прав, ты прав возвратишься. И когда было сказано и напомнено, что мы все стоим в этой очереди. Дорогие друзья, надо благословить нас Господь. И до сердца наших станут чище, как говорит Суха Божия, что боженнее быть в доме плача полумершенного, нежели в доме радости. Ибо от этого сердце человека становится чище. Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас, он имеет в сердце свое соболезнование. И мне также хотелось сказать родным и близким, вот от церкви, от семьи, что вы видите соболезнование. Да благословит вас Господь и утешит, и да пребудет с вами, своим утешением и своей благодатью. Дорогие друзья, мы будем молиться, вот чтобы Господь, Он поснулся в наших сердец, чтобы нам действительно, вот находясь на этом месте, вот проникнуться вот тем, что где бы мы нисколько не находились, приходит время возвращаться домой. Приходит время возвращаться домой, и каждый из нас в свое время придет домой, придет домой в дом небесный. И как радостно осознавать то, что говорит нам Слово Божие, что «блаженны умирающие Господи». Наш брат, он умер в Господе. Знаете, так получилось, что мы с братом Филиппом были у него в больнице, когда он еще здесь, в Говореченске был. Вот у меня небольшое общение, вот, и он уже говорил, что «я хочу домой». «Я устал, я хочу домой». Дорогие друзья, так домой не приехав, так рассуждал немножко, что тут что-то вспоминялось, обделенные общения, которые были у нас, когда мы бывали в гостях, когда мы общались. И вот сегодня это такое последнее общение с братом нашим. Да благословительно с вами Господь и пребудет с вами в ваших сердцах своим благословением, своим миром и своим утешением. Я хочу прочитать нам это послание Коринфянам с 15-й главы, первое послание 45-го стиха. «Так и написано, первый человек, когда стал душой и живущим, а последняя там есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Придет время, когда мы будем носить образ небесного, как и наш брат. Здесь осталось его тело, но у него другой дом и другое тело сейчас. Славы. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И он прошел этот путь, путь этой земли, о которой сказано, что это Далинаплача, когда мы читаем 83-й Ипсалон. И он их прошел. То, что было предначертано невсовершенно. А у нас еще путь, и да благословит нас с вами, Господь. на этом пути, чтобы нам так же оказаться верными и в свое время, когда настанет то время, и нам так же прийти и пристать перед Господом быть готовыми. Я прочитаю с 5 главы 2 послания Харимфиона с 1 стиха. Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилища в небесах, дом нерукотворенный, вечный, оттого мы возникаем, желая облечься в небесное наше жилище. Ибо мы знаем, каждый из нас знает, что этот путь на этой земле он временный. Но есть вечный дом, есть вечное жилище, где ждет Господь всех верных. Да благословит нас, Господь, чтобы и нам оказаться верными, и быть в радости с нашим Господом. Вот как наш брат прошел этот путь и вооружился Господа. И о том доме сказано, что там не будет ни болезни, ни скорби, ни плача, ибо сам Господь отрет всякую слезу. Да благословит нас, Господь, дорогие друзья, а мы встанем на наши ноги и прославим нашего Господа и поможемся и попросим Него благословения и утешения встанем на наши ноги. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Так Богустроил Некоторое время назад Мы с детьми брата Павла Совершали труд В определенных регионах Украины Мне запомнился О том псалом, который они пели В некоторых местах И я запомнил несколько строк. Мы вечнее с тобой, мы вечнее. Мы встретимся с вечером. Придет то время, когда этот жизненный Иордан, он разделит нас от нынешней жизни и в будущем. Придет то время. Брат Павел прошел этот путь. Он прошел определенные трудности в жизни своей, но он остался верным Богу. Дорогая себя, брата Павла, Бог вас не оставил. Он на вашей стороне. Он ваш защитник и помощник. Он ушел туда, в небо, о котором часто он проповедовал. И Слово Божье нам говорит в Евангелии от Иоанна, 14 глава. Да, я смущенец. Сердце ваше, веруйте в Бога и в меня, веруйте в доме Отца моего. Но обителей много. А если бы не так, то я сказал бы вам, что иду приготовить место вам. Господь Иисус, через жертву, через пролитую кровь и страдания, через свое воскресенье, Он приготовил для нас вечные обители. Мы в это верим. Мы это исповедуем. Об этом проповедуем. Братья и сестры, и сегодня мы пришли сюда как бы утешить наших друзей, каждый себя. Но Слово Божье говорит о таковых, как мы. Мы жалкие утешители, правда. Но есть Господь, Который есть утешительный. И поэтому Слово Божье нам говорит, которое обращается к верующим людям, которое записано в Слове Божьем. Мы читаем это местописание. Это первое послание святого апостола Павла к фессалоникийцам, 4 глава. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении от умерших, дабы вы не скорбели чрезмерно, как прочие не имеют надежды. Братья и сестры, этим мы утешаемся. Придет то время, когда мы будем иметь встречу там с нашими друзьями, которые прежде нас пришли туда. И Слово Божье также говорит нам блаженны мертвые, умирающие в Господе. Есть так написано? Братья и сестры, это обетование Господне, которое остальное для нас. Поэтому да благословит Господь здесь, в поместную церковь, в городе Белореченске. Благословит братьев-служителей, которые остались без одного того, который был помощник в решении различных вопросов и молитв. Благословит семью брата Павла и его родственников. Примите ухищение от самого Господа Иисуса Христа. Аминь. Возлюбленные Господу, братья и сестры, все друзья, почему мы и говорим «Слава Богу», потому что мы знаем нашего Господа. И брат Паша также отошел в вечность, зная нашего Господа. И он держится за эту пальмою ветвь победоносного человека. Слава нашему Иисусу Христу. Наши соболезни от Тихорецкой церкви, да и всем детям, родственникам, и также братьям и сестрам, которые в этой церкви. Брат Паша заботился о ней, сколько я помню, в 90-е годы, когда я переехал с Абхазии в Краснодарский край. Он всегда переживал за дом молитвы, всегда ставил вопросы, всегда молился, всегда просил, чтобы эти вопросы решались. Они сегодня у вас решаются какие-то, какие-то, может, еще нет. Но даст Бог, что будет приравниваться и все решаться. Почему? Пусть Бог благословит. Вы знаете, терять близко человека тяжело. Я как-то вспоминаю одну старинку, которая еще у меня жена была живая. И он ее муж, милецкой был. И она, он отошел. И знаете, она рассказывает про себя, говорит, вот я переживаю, сколько я ее утешал. Казалось бы, и был ее, и гонял ее, и все делал с ней. А она за него переживает и скорбит еще. Я не понял этого вопроса. Прошло 6 месяцев. Она говорит, я сейчас более менее успокоилась. Вот мне запомнило 6 месяцев. И когда моя жена отошла также к Господу, я думаю, 6 месяцев прошло, но больно не проходит. Прошло 8 месяцев, слава Богу, ранее лечатся. Ранее лечатся. Все немножко успокаивается. И ты понимаешь, и всегда понимал, что, как Иос, когда-то сказал, Господь дал, Господь и взял. На определенное время мы все здесь, как и написано в Слове Господне, мы странники и пришельцы на земле. Дорогая молодежь, нам всем не надо забывать. Старшие поколения, вот сегодня уже мы являемся старшим поколением. Когда был брат Максим, брат Костя, они среди нас были старшими. Теперь мы уже старшие. И наше время так же подходит, как было здесь обозначено, что мы подходим, так же стоим на очереди, не знаем, кто за кем будет. А может кто-то с молодых, а может кто-то с поживых еще, друзья другие. Посему пусть Бог благословит. Особенно благословит Таи, чтобы Бог утешал ее, направлял и даровал переживать. Всегда надеяться, потому что надеющиеся на Господа не постыдятся. Вы знаете, было сказано это так, что мы не сможем утешить, как утешает нас Господь. А утешать тем, что мы остаемся верными нашему Господу Иисусу Христу. И так же брат Павел остался верным, даже в этих болезнях, проблемах, которые возникали. Он так же все это пережил и дал им Бог успокоение. Я прочитаю слово Господне, Матвея 25 главы, 34 тысячи и ниже. Тогда скажет Царь тем, который по правой стороне Его. Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира. Ибо я был голоден, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был нах, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Когда праведники скажут ему ответ, Господи, когда мы видели тебя голодным, и накормили, или жаждущим, и напоили. Когда мы видели тебя странником, и приняли, или нагим, и одели. Когда мы видели тебя больным, и любхемницей, и пришли к тебе. И царь скажет им ответ, истинного вам. Так как вы сделали из этих братьев моих меньших, то сделали мне. Еще одно место в Священном Писании, которое говорится, что перед лицом его пишется памятная книга о боящемся Господа и штущих его советах. И я думаю, что брат Павел как раз был тем и праведником, и боящимся Господа. Благослови вас, Господь, как родню, как детей, всех внуков, которые вас поддал, брата ваших, и всех родственников, чтобы всегда мы могли подражать тем, которые прошли этот путь и держаться Господа. Аминь. Сейчас услышим пение хора «Мойку берега». ПЕСНЯ 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 И, братья и сестры, все, кто собрался в наше место, давайте скажем «Слава Богу!» Как уже было сказано, что все в Его руке, и все им вижется и существует, и сотворено. И мы сегодня находимся здесь по воле Господней, потому что Господь так повелел нам быть. И я сегодня хочу также от нашей семьи, от собрания, выразить глубокое утешение, а также соболезнование сестре Таи, всем родным, с которыми мы все знакомы и очень близко. А почему, я скажу чуть позже. Пусть вас Господь благословит и утешит, потому что действительно иногда человеческие утешения, они очень слабы. Но Господь, Он, касаясь сердец, и даст вам утешение по Своей благости и милости Своей. Я познакомился с братом Павлом, мы были в другом собрании, и я познакомился где-то в районе 2007 года. И с того времени мы как-то так редко, но все-таки общались. А в 2008 году Он повез меня, по моей просьбе, повез меня в поселок Рожкау, чтобы я просто посмотрел, что это такое. И после вот этого 2008 года, когда мы с ним вдвоем ехали на его четверки, по всем этим ямам и так далее, тогда еще дорога такая была очень плохая, я познакомился с многими из тех, которые пребывали там, в том числе и с братом Колей, который также в вечности. И поэтому с этого времени фактически мой начался труд в поселке Рожкау, потому что я после уже каждый год ездил с детьми и всяким трудом занимался, и мне это было в радость. И это, конечно, то, что брат Павел по своей, так сказать, добродушию своему дал мне возможность познакомиться с братством. И так мы уже потом все больше и больше общались с тобой, полностью не вошли уже в это братство. И знаете, дорогие друзья, иногда человек приходит на похоронное служение и говорит хорошие слова, потому что так принято говорить. Но я сегодня говорю эти хорошие слова от всего сердца, потому что действительно Он был другом для нас. И мы очень часто общались с ним, и даже когда он лежал в больнице, так же. И когда он был в Лиминрай, в Санкт-Петербурге, я тоже старался звонить постоянно. И нам, конечно, будет его не доставать. Как, впрочем, и вам. Может быть, даже больше. Но я, дорогие друзья, думаю так, что если бы Адам знал вот эти все скорби, которые будут постигать человека, наверное, он бы все силы приложил к тому, чтобы не съесть от этого дерева. Но так произошло. Так произошло. И Господь знал об этом и допускал. И написано, что если в Адаме все умирают, то во Христе все оживут. Да благословит вас Господь и нас с вами тоже, чтобы мы потом некогда ожили и уже находились вместе, никогда не разлучаясь. Там будет много друзей. Я хотел зачитать местописание из пророчества Исаии. Это 57-я глава. Вы знаете эту главу. И так тут написано. Праведник умирает. И никто не принимает того к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли. И никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Дорогие друзья, я скажу, что в этом мире много добра. В этом мире много интересного. Но много и зла. И поэтому действительно часто нас это зло преследует. И мы иногда печалимся и скорбим. Но сегодня он отошел от этого. Потому что он восхищен уже оттуда. На небесах. Куда и мы все с вами стремимся. И мы еще будем проходить, может быть, какие-то скорби. Будем встречаться со злом. Но мы будем всегда иметь надежду с вами. И вот в первом послании к священному якийцу брат зачитал первые два стиха. А я хочу их продолжить. Где говорятся такие слова. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо это говорим вам в Словом Господнем, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупоедим умерших. Потому что сам Господь в проразвещении и голосе Архангела и Трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так все написано. И так утешайте, утешайте друг друга этими словами, дорогие друзья. Пусть никогда не покинет вас надежда на то, что мы встретимся с ним и со всеми теми, которые отошли уже прежде. Пусть Господь вас благословит и укрепит ваш дух и даст вам все необходимое дальнейшей жизни, для жизни благочестия. Да благословит вас Господь. Аминь. Браты и ссорцы, все присутствующие, сегодня мы здесь для того, чтобы быть поддержкой и говорить все слова учешения. Сверху в том, что в наших словах будет таинственность, которая позволит Богу быть утешителем. Я очень хорошо понимаю вашу ситуацию, потому что чуть больше семи лет сам проходил через эту полосу жизни. И смерть одного из близких, она подобно мечу разрезает тебя на половину. И когда приходит вот это состояние, и ты теряешь пользу под ногами, то очень хорошо, когда рядом есть люди, которые тебя поддерживают, твои родные, близкие, братья, сестры. Поэтому я хочу выразить от нас, моей синей церкви, наши искренние соболезнования. И хочу сказать сестре, жене, маме, что Божьего утешения достаточно для того, чтобы прийти в состояние, в котором снова продолжаешь жить и делаешь то, что нужно. Первое послание Коринфянам, апостол Павел, в 15 главе, говорит нам, верующим людям. 20-30 стих, 22-й. «Как водами все умирают, так вот и все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христос, пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст Санство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит Санство, и до поля неизборно всех врагов под ноги Своих. Последний же враг истребится смерть». Смерть – это противоестественное состояние. И однажды придет тот момент во Вселенной, когда смерть перестанет собирать свою жапу среди сынов человеческих. Почему это стало возможным? Потому что Христос победил смерть. Надежда на воскресенье является той опорой, которая позволяет нам смотреть на смерть без страха. Первая церковь, она всегда жила вот с этим посланием, с этим ожиданием воскресенья. Поэтому я хочу сказать еще раз, братья, сестры, у нас есть четвертое обещание Господа Иисуса Христа, что Он придет за нами. У нас есть четвертое обещание, которое мы читаем в учении Иисуса Христа и апостола, что будет воскресенье правильных. Пусть Господь будет сегодня утешением тем, кто в скорби. А нам всем укрепиться надежно на Господа и продолжать жить, делая все то, чем у нас призвал Господь. Аминь. Далеко, 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 там за гранью небес голубы, там так нежно, прекрасно, там так мило, легко наслаждаться в общении святых. Аминь. Аминь. Глубоко, 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 я мечтаю о родине твой. Аминь. Аминь. Звучит песня. 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 Плачем. Звучит песня. 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 Одно. Звучит песня. 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 Звучит песня.